16 октября прошло второе заседание общественной организации по расследованию военных преступлений, совершенных на территории Донецкой Народной Республики. Участниками заседания стали депутаты Верховного Совета ДНР, члены Комитета по расследованию военных преступлений, члены Комитета по обмену пленными, представители ОБСЕ и ООН. Однако последние не присутствовали, так как были вынуждены срочно уехать. Целью заседания стало формирование отношений с международными организациями для совместных выездов с целью фиксирования факта военных преступлений, разрушений и других событий, которые свидетельствуют о нарушении прав человека. Первым вопросом обсуждения стал обмен пленными, который приостановлен силой несоблюдения украинской стороной договоренности. Не возвращаются при обмене заявленные в списках люди. Много удерживаемых гражданских лиц. Известно о 16-летнем мальчике и 76-летней женщине, которые заявляются как военные пленные. На данный момент в результате обмена вернулось 231 человек. Однако один человек с летальным исходом, но ни тела, ни документов нет. Из 231 человека порядком только 28-30% это идут ополченцы. Остальные это либо политзаключенные, которые были у нас в списках, но это тоже процентов 20. Остальные это случайные люди, которые были наказаны за свободу своего мнения, за свободу своего слова. То есть сказал где-то слово ДНР, сосед рассказал, его привезли, увезли. Это была первая причина. Вторая причина. Тех людей, которых освободили, отдали только 6 паспортов. Остальным несколько справок выдали о том, что они освобожденные. И не показали закрытые дела. То есть они амнистированы, больше претензий к этим людям никаких нет. То есть подтверждающие такие документы, они тоже не были предоставлены. Поэтому это как бы вторая причина. Сейчас у нас опять активно идут переговоры с украинской стороной. Мы опять собираем списки, подготавливаем их. Украинская сторона прислала список на 300, ну почти на 400 человек. Количество точно сейчас не подскажу. Из них мы опять устанавливаем тех людей, о которых мы знаем. По остальным пытаемся выяснить, на каком основании они были задержаны. Ну и я думаю, что в ближайшем будущем все-таки сдвинемся. Все зависит от украинской стороны. Мы готовы хоть буквально час, дайте нам выехать, и мы готовы произвести обмен. Была, допустим, ситуация буквально недавно, давайте вам так расскажу. То есть человека отпустили, мы его поменяли, все нормально. Звонит человеку, его следователь. Говорит, здравствуйте, а куда вы делись? Что значит, куда я делся? Говорит, меня поменяли. Говорит, нет, вы сбежали из тюрьмы, явитесь, пожалуйста, обратно. Некоторые люди, освобожденные из плена, возвращаются в места проживания, в такие города, как Славянск и другие, где их вызывают в правоохранительные органы и возбуждают новые уголовные статьи. То есть это практика вот той демократической власти в Украине, когда милиция делает все, что хочет и как хочет. То есть это милицейский произвол на сегодняшний день. Он был в Украине, люди против этого были, но у нас здесь это более-менее ситуация нормализовалась, а вот в Украине это все осталось. Поэтому они пользуются тем, чем пользуются и до этого. В результате работы с украинскими переговорщиками удалось достигнуть соглашения о передаче части паспортов, справок и документальных подтверждений о том, что уголовные дела на освобожденных из плена людей закрыты. В перспективе ближайшего будущего рассматривается вопрос о возобновлении обмена пленными. Не остались без внимания и политические заключенные, задержанные за оппозиционную деятельность. На данный момент их насчитывается около 300 человек в Харькове и около 100 в Одессе. Я бы хотел обозначить еще один немаловажный вопрос. У нас есть вопрос с военнопленными, а есть еще вопрос с политическими осужденными и незаконно удерживаемые в тюрьмах люди и так далее. То есть люди, которые вели оппозиционную деятельность к личной власти, они также задержаны, многие из них осуждены без всякой аргументации, то есть просто людям дали сроки и так далее. Они также содержатся в тюрьмах, с ними также жестоко обращаются. Я хотел бы этот вопрос тоже как-то, чтобы ОБСЕ как-то реагировал на эти вопросы и может быть так же самое включить этих людей. У нас тоже есть и политические списки, кто задержан и так далее. То есть об этих людях тоже не стоит забывать. И по этим людям тоже, я думаю, нужно поставить вопрос, потому что жесткое обращение к ним бывает порой даже еще жестче, чем с военнопленными, особенно те, которые проводили референдумы, особенно те, которые против сегодняшней действующей власти. Только в городе Харькове порядка 300 человек задержанных именно за оппозиционную деятельность и порядка 100 человек в Одессе. Это то, что на сегодняшний день известно нам. Я хотел бы обратить внимание, чтобы ОБСЕ обратило внимание, что на сегодняшний день на Украине существуют сталинские репрессии. В прямом смысле. То есть на человека на сегодняшний день могут донести на территорию Украины без всякого доказательной базы, его посадить, издеваться, могут расстрелять, вывести в посадку. Поэтому я хотел бы, чтобы мировое сообщество подошло плотно к этой проблеме и уже начинало с нами плотно сотрудничать в этом направлении. Наблюдение – это очень хорошо. То есть наблюдать со стороны, как гибнут мирные жители, наблюдать со стороны, как обменивается пленами – это очень хорошо. Мы это приветствуем. Но самое главное, надо, чтобы ОБСЕ, ООН и другие общественные организации доносили мировому сообществу, что на сегодняшний день здесь происходит. Мы хотели бы, чтобы ОБСЕ занялось плотно этим вопросом, а не находилась в стороне, отмалчивалась и закрывала глаза на те преступления, которые совершают на сегодняшний день. Ну, я скажу, что все и по телевидению говорят, нельзя так резко, но я вам хочу сказать – хунта, самая настоящая хунта. То есть фашисты, которые уничтожают полностью, как это было в 1941 году, мирное население. Хочу обратить внимание ОБСЕ. Вам известна конвенция, принята Генеральной Ассамблеей ООН, о предупреждении геноцида и наказании за него. Так вот, только за одну фразу «Москалей на ножи» и «Комуняку на геляку» по этой конвенции люди уже должны быть осуждены, потому что это уже геноцид считается. И я думаю, представители ОБСЕ это подтвердят. И я бы еще хотел в классификации преступлений сделать небольшое замечание. Есть военные преступления, когда там расстреливаются военные, когда запрещенный вид оружия применяют, а есть преступления против человечности, когда мирных граждан расстреливают без суда и следствия. Это то, за что была осуждена гитлеровская Германия. И мы все забыли об уставе, по которому Нюрбинского трибунала. Там эти вещи очень хорошо прописаны. На сегодняшний день это не какой-то там миф. Это то, что на сегодняшний день эти нормы, мы приходим сегодня к этим нормам, потому что сегодня фашизм, реальный фашизм поднимает голову. Мы должны определиться, на какой платформе мы должны вести переговоры. На платформе международно-правовой базы или на платформе непонятно чего. То есть мы должны признать международную правовую базу. Она должна работать. И только тогда можно, когда выполняются нормы международного законодательства, вот тогда только можно к чему-то конкретному прийти. А когда закон работает в одну сторону, это, ну, как бы, не вижу в этом каких-то реальных шагов, не видно будет шагов каких-то реальных. Следующим пунктом заседания стало предоставление данных о разрушениях и жертвах. Мониторингом занимается отдел пропаганды и аналитики. Именно эти люди в числе первых выезжают на места обстрела с целью зафиксировать происшествие, оказать помощь пострадавшим. За последние сутки только прямое попадание пострадали порядка 20 жилых домов. Это двух-, пятиэтажные дома и одноэтажный частный сектор. На сегодняшний год, на данный момент погибших уже порядка 30, это мирное население. Разрушены частично дома, их более 40. За какой период? Это за последние сутки. За последние сутки? Да, именно я вот говорю за последние сутки. Это еще о Донецке или о территории Донецкой Республики? Нет, я говорю о территории Донецка. Это именно вот такая улица, как Еременко, Липки улица, то есть Путиловка. Если вы заметили, то сегодня до 16.00 Путиловка была обстреляна уже порядка 7 раз. Это именно жилой сектор, там, где проживают люди. Оттуда люди выезжали, люди звонили, просили о помощи, хотя официально было объявлено, что у нас перемирие. Обстрел не прекращается. Обстрел идет с градов. То есть, вчера в пятиэтажный дом попал снаряд, и на кухне он не разорвался. Выезжал МЧС и утилизировал этот снаряд. То есть, гаубичными снарядами обстреливается и снарядами системы ГРАД. В ходе дискуссии был затронут вопрос ущемления Украины и прав социально незащищенных слоев населения. Ущемление прав на сегодняшний день – это таких незащищенных слоев населения, как пенсионеры, инвалиды, участники войны, инвалиды войны. Это люди, которые на сегодняшний день не могут получить в течение трех-четырех месяцев заработанную своим трудом пенсию, заработанную своим потом и кровью, отдавая жизнь в Великой Отечественной войне, во время Великой Отечественной войны, и освобождая Украину от фашистской нечисти, на сегодняшний день тоже не могут получить никаких. Им приходится выезжать с территории ДНР на территорию Украины, чтобы оформить пенсию и чтобы получить это пенсионное пособие. Вы понимаете, какое на сегодняшний день издевательство над этими людьми? Вы сами можете понять, как человек, который еле ходит, или в возрасте 80-90 лет, должен сейчас пойти, сесть на южном автовокзале на автобус, отстоять там очередь, поехать в тот же Красноармейский или другой город, где находится украинская власть, выставить 300-400-500 человек очереди, ночевать там под этими пенсионными фондами. Фашизм ли это? Это полное издевательство над всем украинским народом. Особенно над теми людьми, которые выстроили, которые создали такую великую страну, как Украина, которая занимала во время советского времени 10-е место в Европе по промышленности. И опять же, это нарушение конвенции о геноциде и предупреждении за него. Статья, если память не изменяет, вторая. Значит, создаются условия для сокращения населения, определенного этноса. То есть, это условия создаются именно для нашей территории, именно для русскоязычного населения. То есть, это как раз попадает под действие этой конвенции. По результатам заседания было сформировано предложение к представителям ОБСЕ. Первое. Задать как бы платформу наших переговоров. Это должна быть международная правовая база. Это первое. Второе. У нас есть инициатива. Сейчас готовится обращение, в принципе, как и к Российской Федерации, так и в ООН. Значит, у нас есть конвенции по защите прав человека, всеобщая декларация прав человека. Очень много документов, которые защищают как человека, так и его там достоинства, права. Но нет ни одного документа. Вот мы сейчас готовим конвенцию о запреде фашистских и неонацистских организаций партий. И очень бы хотелось, чтобы эту конвенцию поддержало международное сообщество. Это мы считаем на сегодняшний день, это важный вопрос, потому что, начиная с Украины, если это все, все вот эти неонацизм и неофашизм возродится на территории Украины, окрепнет, то это будет проблема всего мирового сообщества. Поэтому есть вот такая инициатива, и очень хочется, чтобы поддержали ее. И еще один вопрос. Чтобы понимать, как двигаться дальше, мы должны понять причины происходящего. И вот есть такое предложение, чтобы каким-то вопросом в следующих наших встречах включить причины того, что произошло на Украине. У меня есть огромная международно-правовая база, на основании которой мы можем сделать определенные выводы. И хотелось бы тоже обсудить вот эти вопросы. В рамках состоявшейся встречи представители миссии ОБСЕ были не в полном составе и на вопросы представителей прессы отвечать воздержались. Мы уведомим наше руководство о том, что мы здесь наблюдали, подготовим наш доклад. И потом наше руководство, люди, которые занимаются прессой, и люди, которые имеют право принимать политические решения, они возьмут отношения по проблеме, которые на эту встречу продвинулись. В принципе, мы на эту встречу присутствуем, чтобы узнать, как мы можем получать более правильную первичную информацию со стороны ДНР, ЛНР, чтобы мы с лучшим качеством, в лучшем образом могли реализовать нашу деятельность в рамках мандата, которые ОБСЕ имеют на работу на Украине. Это всё, что мы можем на данный этап сказать. Информация должна доноситься до общественности, и результаты работы будут озвучиваться на заседании круглого стола. Планируется, что подобные встречи комиссии и прессы будут проходить еженедельно.